Не знаю как у вас, но я после презентации Банжи, на которых они рассказывают о новых дополнениях и которые уже не впервые совпадают с днём старта нового сезона, часто ловлю этот неприятный и сбивающий с толку диссонанс. Когда ты вот посмотрел, как классно показывают новый контент, и у тебя создаётся впечатление, что вот он уже сейчас будет в игре, но нет, там только новый сезон. Ты как бы включаешься в игру, видишь, что есть новый контент, но это не тот контент, который ты только что видел на презентации, и это немного путает. Так вот в этот раз, как мы убедились, презентация прошла в довольно осторожном формате, продавали скорее впечатление и настроение, чем рассказывали о чём-то новом. Это связано с тем, что финальная форма, закрывающая дополнение для десятилетий игры, и потому разработчики постарались ничего не заспойлерить, подробнее о презентации можно посмотреть в видео, которое я до этого выкладывал на канал в день, собственно, презентации. И уж не знаю от того, что презентация оставила столько пустоты и недосказанностей, или и правда контент сезона цепляет лучше, но сезон колдовство кажется мне довольно увлекательным как с точки зрения сюжета, так и геймплейна. Да, я тут в последних видосах часто ругал Destiny, говорил, что у меня пропал интерес к игре, а тут я обнаружил себя снова в точке интереса, ежедневно включающим игру и наслаждающимся контентом. Что же произошло? Мне не иронично нравится играть, не то чтобы в сезоне что-то решительно изменили и починили все болячки игры, но факт остается фактом, мои личные впечатления позитивнее прошлого сезона, в который я не играл почти и сезонник у меня забуксовал наверное уровне на 50. И вот давайте попытаюсь рассказать, что мне нравится в этом сезоне, какие есть плюсы, минусы и может быть отвечу на вопрос, стоит ли тратить на него ваше время и ваши деньги? Но сначала минута для спонсора видео. Спонсор сегодняшнего видео проверенный сервис двинг.нет, который отлично подойдет тем игрокам в Destiny 2, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто ценит свое время и нервы. Благодаря обновленным функциям сервиса больше нет необходимости передавать свои данные, сотрудники двинг помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, новинок в ассортименте появляется все больше и больше, а цены становятся только доступнее. Теперь на двинг есть все, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду Трипл Вайп, мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну еще бы, проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Я люблю контент с тематикой Улья в Destiny 2. Мне нравится присущая этой расе мрачность и гротеск, так что сезон вращающийся вокруг магии Улья мне продается проще, чем пиратская тематика с эликсни и грабежами золота. Как и в каждом сезоне, в этом добавили новые активности с подбором игроков. Две. Первая шпиль Заватун, в котором меняются модификаторы, боссы и зашиты пару секретных сундуков. Поэтому режиму сказать особо нечего, кроме того, что локация для нее выглядит очень красиво, в лучших традициях королевы-ведьмы. Так что если ностальгируете по лучшему из последних дополнений, то определенно будете рады, тут тематики Саватуновской предостаточно. А вот вторая активность сезона Алтари Призыва понравилась мне куда больше. На первый взгляд это тоже обычная сезонная арена на трех игроков, но на деле играется она довольно динамично. Это такая арена в духе Паноптикума или Prison of Elders, если вы дед, в которой вы призываете разных боссов и сражаетесь с ними, используя разные механики. Плюсом тут сыграет добавленная система специальных карт, которые нужно собирать в любых активностях в игре или находить в потаенных уголках и локациях. Эти карты дают случайные бонусы. Ах да, и забыл сказать, что призываете вы боссов, помещая специальные черепа улья в Алтари, примерно как в Court of Forex или подобных каких-то активностях. От редкости этих черепов зависит и сложность сражения, и то, сколько прохождение босса добавит к шкале прогресса всей активности, и как скоро вы получите награду. Саму активность можно бегать по кругу бесконечно. Единственное, чего мне тут не хватило, это каких-то фишек на фокусировку наград. Как в чаше, например, было, чтобы заранее знать, что ты получишь и за что бьешься. Сюжетная ветка сезона тоже довольно интригующая. Эрис, с которой мы знакомы еще с первого дополнения к Destiny 1, и которая выступала такой фанаткой улья за эти времена, стала полноценным участником улья. Она превратилась во что-то вроде их бога. И в течение всего сезона мы будем питать ее, принося в жертву наших врагов для того, чтобы потом она смогла одолеть не абы кого, а саму Зиву Арат. Выглядит это супер впечатляюще. Теперь наша трехглазка обрела свою персональную финальную форму, и уже она не просто фанатка улья с дешевым косплеем, а вот прям по высшему разряду. Обросла шипами, хитином, и глядя на нее, кто-то может легко спутать с рыцарем и поражать финишер. Эрис появляется в своем обличии в конце каждого забега на алтарях призыва и принимает наши дары смерти в обмен на лут. И вот этот самый лут многих разочаровал. Настолько, что по факту игрокам может понравиться сама активность, но из-за слабых наград в нее просто не будут так усердно ходить. Оружие сезона, судя по перкам, не особо интересное. Мне из всего арсенала, например, понравился револьвер, он сам по себе ощущается комфортно, 140-й архетип и плазминка, пожалуй. Остальное, ну так себе. Так что если для вас сезонное обновление это прогринд идеального мощного вооружения, то тут вас ждет, боюсь, разочарование. Я думаю, что это все же эхо отказа от системы сансета. Мы каждый сезон гриндим все более и более крутые вещи, и они не становятся хуже, а делать лучше просто уже, ну куда, куда так уедет баланс. Так что новое оружие может заинтересовать разве что игроков, кто не играли в Destiny больше года или вроде того, потому что у других уже есть аналог каждой из представленных в лучшем виде. Мне вот скаутка понравилась пустотная, но люди, кто постоянно ходили на рейд с Ориксом, достали пустотную скаутку оттуда и пользуются ей. Ну зачем им еще одна такая же, грубо говоря, а то и хуже по перкам. Еще говоря об оружии, не могу не похвалить добавление возможности прокачивать оружие за ресурсы. Я очень не любил всю эту дрочь со стрельбой на шурачи для того, чтобы прокачать уровень пушки и получить возможность сковать ее с нормальными перками. Теперь мы можем за ресурсы прокачать пушку и быстро сковать то, что нужно. Я вот себе сразу собрал Амат автомат и очень рад, что в Мете есть место хоть каким-то автоматом. Соскучился почему-то кроме револьверов, тем более давно не играл вообще в ППП в Дестине и ворваться с чем-то новым для себя в первую очередь довольно комфортно. Но не весь луз так плох, экзотики в этот раз отличные, две желтые пушки, плазминка деселяция и гранатомет Экс Дирис. Плазму сейчас можно получить за предзаказ дополнения финальная форма и она подстраивает тип урона под ваш подкласс. А еще умеет наносить неплохой такой урон, если вы заряжаете в нее свою гранату. Притом обычное убийство из этой винтовки будут вам очень быстро эту самую гранату восстанавливать, что очень удобно для каких-то конкретных сборок. Я поиграл с теселяцией довольно долго, часто ее брал в арены сезона. И это впервые за долгое время, когда я беру сезонный экзот. Ну, не совсем сезонный, окей, за предзаказ все же. Но, в общем, сезонный экзот, который я не распилю спустя 2 часа после его получения. Получается, не мусор. Гранатомету, который можно забрать из сезонника, все вышесказанное тоже относится. Он отличный. Во-первых, он постоянно сам дозаряжается и стреляет все быстрее и быстрее при убийствах. А во-вторых, это, черт возьми, наконец-то пушка рыцарей Улья, которая стреляет теми самыми электрическими снарядами, которые нас раздражали все эти годы. Так что теперь можно спамить такими же залпами в ответ. Есть еще 3 новых экзота брони на каждый класс, но я пока до них сам не добрался. Так что сказать лично от себя по ним ничего пока не могу. Но, судя по ютубу и по форумам, и по сборкам, которые собирают на этих самых экзотах, вещи действительно достойные. Так что, наверное, стоит поторопиться и выбить их. Ну и вишенкой на торте этого сезона выступает новый возвращенный рейд. Я так полагаю правильно говорить именно новый рейд, потому что для большинства играющих сейчас в игру игроков это так. Как и предполагалось, и я говорил об этом в своем блоге на Бусти, можешь, кстати, подписаться, чтобы поддержать выход роликов на канале, ссылка в описании будет. Что рейдом сезона стал Крах Кроты, ну или Кротос Энд в оригинале. Был родом он из самого первого дополнения для первой части Дестини. Он довольно короткий, состоит из 4 этапов и рассказывает историю того, как стражи расправились над могущественным сыном Орикса Кротой. И именно это стало первой доминошкой, запустившей череду событий, которую мы расхлебываем в сюжете до сих пор. Мы убили Кроту, потом Орикс пришел за него мстить, мы грохнули его, потом мы пошли по следу к Саватун, и теперь ищем способ ее воскресить для того, чтобы разобраться с Зиву Арад. Я очень жду этот рейд, он запускается 1 сентября в 8 часов по московскому времени, и если он оправдает все ожидания, то я может даже к гайдам вернусь и сделаю руководство по этому рейду. Если хотите гайдов, в комментарии напишите, и я подумаю об этом. В рейде нас ждет новый лут, и вот он будет уже любопытнее того, что добавлен в сезонную активность. Там и легендарная красивейшая броня, хотя я знаю, что есть хейтеры у стилистики брони под улей, я не из их числа, мне все очень нравится, ну посмотрите на это, камон. В трейлере рейда можно заметить, что броня выглядит как броня не просто со старого рейда, а именно с обновленной его версии Эры Триумфов. Это последнее дополнение, последний ивент, который был в Достине 1, на ней вот эти неоновые элементы анимированные есть, не знаю как именно это будет реализовано, но вероятно или это будет включаемый орнамент, или будет дропаться с усложненной версией рейда. Оружие из рейда тоже куда интереснее, чем сезонное. Арсенал рейда включает в себя револьвер, автомат, дробовик, импульсную винтовку, пулемет и винтовку разведчика. Перки к оружию тоже довольно любопытные прикрутили, так что если вы все же проголосуете за гайды и контент по рейду, то поговорим о них отдельно обязательно. Ну и экзот рейдовый конечно тоже есть. Как и в первой части, это автомат Некроказм, который взрывает врагов подобно взрывающимся тралям Улья, да тем самым бесячим, за убийство в Крит. Отличительным перком для версии автоматов Destiny 2 стал Desperation, благодаря которому, когда вы перезаряжаетесь после такого кила, оружие будет еще и быстрее стрелять, улучшит помощь в прицеливании и стабильность. Дропаться этот экзот будет рандомно, но не совсем напрямую, то есть не просто с убийства босса можно получать экзот, а нужно будет прямо квест сначала выбить. Убивайте босса, может вам повезет и упадет квест, и вы по этому квесту уже потом получаете пушку. В общем, ждем рейда, его обновленных механик, и если он будет хорошо сбалансирован в плане сложности и наград, плюс времени на прохождение, можно будет уверенно говорить о том, что сезон колдовство удался. Мне пока все нравится, я играю в игру каждый день, как сезон начался, и я понимаю, что сейчас сложно оставаться в одной игре, когда такой год, выходят крутые релизы один за одним, на носу Старфилд, я его уже установил себе на консоль и жду очень сильно, так что пока я решил так, если будет сезон и дальше меня интересовать, то это ведь хорошо, что я смогу играть в Дестони в удовольствие, и даже если во все том же экономном режиме, от ресета к ресету, от вторника ко вторнику, то приятно будет заходить с интересом, а не с настроением надо, как это было в прошлом сезоне глубины. И вроде, как я могу судить по этой первой неделе, 22 сезон с этим справляется. Спасибо за то, что подписался, что лайк поставил, и за комментарий твой тоже спасибо. Не забудь поддержать меня на бусти, если нравится то, что я делаю. До связи!